Свой рабочий день Евгений Регостаев начинает в 10 утра. В Курском государственном университете он преподаватель дирижирования и художественный руководитель университетского хора. Он поет с 15 лет в школе, в училище и консерватории, но никогда не был солистом. У меня таких ярких вокальных данных сейчас совсем нет, потому что я голос сорвал на репетициях. На сводных хорах, когда работал со сводными хорами, там 200 человек, пришлось кричать буквально на репетициях с такой массой людей. А в молодости, ну неплохой был голос, ну уж никак не солирующий. Он считает, что в нем не развиты организаторские способности, но уже 26 лет руководит хоровой капеллой «Курск». Старания и желания – вот секрет хормейстера Легостаева. Это сложнейшая профессия, потому что, конечно же, в идеале руководитель хора должен быть в какой-то степени композитором, делать аранжировки, переложения для своего состава, даже что-то менять в хоровой партитуре, что удобно для своего коллектива в рамках, но только чтобы не нарушить творческий замысел автора. В Легостаеве руководители творческое начало преобладает над аналитическим. Евгений Дмитриевич много сочиняет. Его авторских композиций хватает на двухчасовые концерты. Он перекладывает для капеллы известные произведения. Его хористы уже исполнили реквием Моцарта и мечтают спеть «Верди». Ну, сложность у нас какая. В смысле, во-первых, времени не хватает, потому что работают до шести, мы собираемся в 6.30, а уже в полвосьмого начинают плакать, что там транспорт не ходит и мало времени. Не успеваем только освоить такой огромный репертуар, но, слава богу, у нас, конечно, за многие годы уже свыше двухсот произведений в репертуаре, которые быстро можно восстановить всегда. Свой репертуар у женского хора. Им Евгений Дмитриевич руководит днем, а утром исправно посещает пары. И, в отличие от студентов, преподаватель Легостаев не имеет пропусков. Сейчас такое сложное время, что приходится быть лояльным, потому что параллельно с тем, что студенты учатся, они все еще и работают. И бывает, как-то иногда приходится закрывать глаза на пропуске занятий. Это сложно, конечно. А потом компенсируют и выходные дни, дополнительно заниматься. Это еще прибавляет времени. Потому что я-то на работе все время, когда студента нет. Преподаватель он не строгий и справедливый. Свою лекцию от Легостаева получит даже самый занятой студент. Не можешь на неделе, приходи в выходной. Так же и с хористами. Два часа на собственный отдых Евгений Дмитриевич выделяет себе каждый день после 15 часов. В это время он успевает и пообедать, и окунуться в приятные воспоминания. Здесь был стадион «Динамо». Это был корпус, вот это здание маленького. Я всегда часто как болельщик приезжал, на каждую игру из обаяния приезжал, смотрел хоккей. Тут самые выдающиеся хоккеисты мира выходили. Это была высшая лига по хоккею с мячом. И Курская была очень сильная команда. Приезжали самые выдающиеся мастера. Стадион «Динамо» с волейбольными и баскетбольными площадками Евгений Дмитриевич отлично помнит. Из-за обаяния еще учащий в школе он приезжал сюда на автобусе. До 15 лет он увлекался спортом и часто бывал в Курске. Не только как болельщик, но и как спортсмен. Играл в настольный теннис, волейбол и футбол за сборную района. Потом построили трудовые резервы и футболист Легостаев стал приезжать туда. Я футбольный болельщик. Не только футбольный, а вообще всех видов спорта. Я газету «Советский спорт», футбол покупал еще в 50-е годы, когда маленький был. И потом уже привык к этому, втянулся. И сейчас я часто осмотрю спортивную передачу, когда есть время. В общем, все виды спорта абсолютно. Особое предпочтение отдает футболу. Интересуется киевским «Динамо», болеет за «Барселону и «Арсенал», переживает за «Зенит». Возможно, в свой день рождения Евгений Дмитриевич пересмотрит одно из легендарных игр. Ведь встречать свой праздник планирует в скромном семейном кругу. Я особенно в данное время не любитель банкетов больших, шумных застолий. С возрастом уже это прошло. Хотя когда-то я любил эту часть жизни. Сейчас как-то я к этому отношусь. Индифферентно и спокойно. Но дома, в кругу семьи. Что подарит супруга, Евгений Дмитриевич знал задолго до торжества, но оставил это в секрете. Зато признался, самого приятного подарка ждет от городских властей. Вместе с капеллой хармейстер мечтает отправиться на фестиваль в Болгарию. Не хватает только денег на автобус.